так комментарий выключил сейчас подождите установлю я устанавливаю сюда на скотч комментарии отключила поэтому ничего видеть не буду знаете что у меня и так плохое зрение поэтому я особо мало когда что вижу прямых эфирах так сколько у нас до тренировки три минуты так три минуты поэтому показывает плечи я сниму чтобы смотрели как работают мышцы так у тех если у кого то есть уже workbook вы можете не смотреть потому что вы в принципе уже все знаете там у вас все есть так а для остальных я проведу тренировку также если если у вас есть у вас сегодня не идет день тренировки то не нужно сейчас за мной повторять и делать со мной делают только те кто не занимается по workbook у потому что те кто занимается у них уже своя программа они знают что делать так тут я выделила пять упражнений из всего workbook он ведь у меня в таком распечатанном виде я взяла с каждой тренировки но не скажет тут очень много тренировок я знаю что больше у нас не поместится в эфир и мы будем делать примерно одно упражнение по 10 минут например вот первое упражнение у нас будет присед тут все это есть у тех у кого есть workbook они все это знают потому что день 1 уже давно прошел так потом мы сделаем присед потом мы сделаем упражнение 3 на плечи и последнее у нас упражнение тоже будет на попу это плечевой мост будем делать на полу сохранится не знаю поэтому наверное проще будет повторять сейчас со мной через минуту начну потому что я объявляла то что тренировка начнется в 13 так первое упражнение присед но для того чтобы приступить к тренировке мы должны сделать с вами разминку разминка если кто-то будет смотреть в записи я советую пробежаться несколько кружков если вы делаете на стадионе если можно также сделать зарядку делали все на физкультуре сверху вниз то есть сначала мы разминаем шею покрутили головой в одну сторону другую хорошо размяли что пусть тела потом плечики вперед покрутили дышим ровно спокойно это разминка пока что мы еще не приступили к упражнению важно все делать правильно потому что спорт может как лечить так и калечить в обратную сторону мы делаем с вами разминку мне солнце в глаза странная погода вроде солнце но холодно может потому что у меня маленький процент жира не холодно так руки внутрь прокрутили все как в школе мы делали такую разминку всегда с первого в девятом одиннадцатый класс это мы все знаем тут ничего сложного главное чтобы сделали разминку спускаемся ниже корпусом можно тазом помогать тут не важно главное чтобы размялись я делаю все с закрытыми глазами можно подумать что можно подумать то что можно подумать так не знаю но потому что будет потому что будет я бодра и весла мне просто солнце в глаза светит так туловищем покрутили тазом тоже покрутили молодцы и такие Я знаю, что многие стесняются заниматься на стадионе, в парках. Какой это бред, вот честно. Многие стесняются заниматься в зале. Я тоже помню, когда пришла первый раз в зал, я очень сильно переживала, что на меня сейчас все будут смотреть. Честно говоря, вот каждый занят своим делом и думает о том, как его правильно сделать. И на вас он совершенно не смотрит. И поверьте, через год, через два в парках будет в три раза больше людей, которые будут заниматься на природе. Так, потому что здоровый образ жизни набирает оборот. Поехали. Сначала одной ногой можно, у меня тут никакой опоры нет. Вот тут, да, тут слышно меня? В общем, проще будет опереться, покрутить сначала одну ногу. Это все у нас идет разминка. Тут никакой техники особо нет. Главное, чтобы вы двигались сверху вниз. Покрутили внутрь. Потом вторая нога. Тоже покрутили внутрь. И наружу. Важно хорошо размять. Те, кто только что присоединился, разминайтесь. Те, кто смотрит в записи, если она сохранилась, не мотайте, не приматывайте. Не начинайте сразу делать упражнения. Вы должны быть хорошо размяты, чтобы не нанести никакой вред себе. Так, размяли. Стопы тоже размять нужно. Покрутили. Внутрь. Все хорошо размяли. Вторая нога. В идеале, конечно, можно подольше. Внутрь, наружу. Можете не присматриваться. Делайте, как делайте. Главное, чтобы вы размялись. Так, встряхнули ноги, руки. Сейчас мы будем с вами делать упражнения. Так, сначала у нас идет присед, поэтому немножко разомнемся. Еще сделаем вот так. Перекаты. С одной ноги на другую. Если кому-то сложно, не делайте так. Разомните дальше ноги, стопы. Вот так сбоку. Ой, сколько у меня репейников тут. Так, размялись. Теперь мы выполняем первое упражнение. У нас 5 минут ушло на разминку. Первое упражнение. Открываю закладочку. Называется приседание. Ну, это все знают. Но совершают большие ошибки. Чем могут быть чреваты эти ошибки? Будет болеть поясница, колени, все что угодно. Стопы. Поэтому важно делать правильно. Сейчас я подниму вот так, чтобы вы видели. Так, посмотрим. Как я приседаю? Есть несколько техник. Я вам все их покажу. Для начала я объясняю. Мы будем выполнять упражнения по 3 подхода. Обычно это больше. На тренировке я делаю 4. Мы будем выполнять по 3 подхода, потому что здесь люди разной подготовки. По 15 раз. Сначала я покажу, как делать. Делаем приседания. Ноги на ширине плеч. Стопы смотрят вперед. Поясницу не прогибаем. И не выгибаем, как кошечки. Это абсолютно не нужно. Просто. Прямо. И приседаем. Приседаем так, будто мы садимся на стульчик. Назад сели. Отвели таз назад. Стопы у нас, носки не поднимаются. То есть мы назад не отодвигаемся. Вперед не наклоняемся. В смысле на стопе. Так-то мы, видите, корпус у меня вперед не нужно. И встаем. Сажусь на стульчик. Села. Встала. Ноги у меня смотрят вперед. Что важно? Пока что не делайте. Смотрите технику. Что важно? Когда мы приседаем, мы вдыхаем. Встаем. Выдох. Так делать легче. Когда вы дышите правильно. То есть, по сути, мы делаем то же упражнение, но оно воспринимается легче. Так, второе. Если так, вам сложно. Ну, бывает там, строение ног какое-то особенное. Это, в общем, отдельная тема. Поэтому я вам просто покажу два вида приседания. Вы уже выберете для себя то, которое вам подходит. Первое. Это когда вы, которое я сейчас показывала, стопы смотрят вперед и просто садитесь как на стульчик. Второе. Это когда вы ноги разводите шире, носки у вас смотрят в стороны. И вы также приседаете. Обратите внимание, куда у меня уходят колени. Видите? Колени идут по направлению к носкам. Я также сажусь назад, как будто на стульчик. И встаю. Вдох. Выдох. Вдох. Смотрите, как я встаю. Я встаю не вот так вот, не соединяю ноги. Видите? Это большая ошибка. Почему колени будут болеть? Вот так вот кто-то бывает нас смотрится, видео в интернете. Там ни технику, ничего не объясняют. И они поехали. Оп, оп, на следующий день колени. Так. Еще раз показываю. Присели. Встали. Тут все тоже очень просто. Смотрите вперед. Если для вас это показалось очень легко, кто-то говорит, а, да это вообще для каких-то тут нубасов. Берете отяжеление. У меня это гантели. Обычная бутылка с землей. Ничего в этом постыдного не вижу. Может быть, кто-то стесняется брать такие гантели. Вот я занимаюсь с ними здесь на стадионе. И никто, поверьте мне, еще об этом ничего не сказал. И я уверена, что и не скажет. Так. Ну и мне, в принципе, плевать. Поэтому берите бутылки, наполняйте их песком, водой. В общем, прокатит за великолепную гантель. Так, поехали. Мы сейчас выполняем приседания. Технику объяснила. Я сделаю первый подход прямо, второй подход будет делать так. Вы делайте так, как вам удобно. Поехали. Сейчас все вместе делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Смотрите, у меня колено не выходит за носок. Шесть. Семь. Я сажусь как будто на стульчик. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Так, отдыхаем меньше минуты. В основном, я знаю, многие тренируются не для набора мышечной массы, а для сбрасывания лишних километров. Вообще сантиметров там где они не нужны. Так вот, те, кто хочет сбросить, нужно делать небольшие перерывы между подходами. Это до минуты. Вот, например, мы сейчас сами встали поболтали, отдохнули, посмотрели. Кому-то, может быть, не подходит эта техника, когда ноги... Теперь носки смотрят в сторону. Вот, посмотрите. Я приседаю. Таз также отвожу назад. Колени у меня не выходят в носок. Поехали. Оп, сели на стульчик. Встали. Можно сделать без утяжеления. Обратите внимание, как я поднимаюсь. Видите? То есть я не свожу колени. Это очень важно. Здесь важно соблюдать технику. Так, по-моему, 8 раз присели, не считаю. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не обязательно делать с утяжелением. Если кому-то очень сложно, не нужно. Так, теперь мы сделали и так, и так. Посмотрели, для кого как удобнее. Третий подход мы будем делать, как комфортнее вам. Ну, мне и так комфортно, и так. Поэтому я сделаю просто приседания назад. Так, поехали. Меньше отдыхать будем. Очень надеюсь на то, что этот эфир сохранится. Так, мы уже 10 минут прошло от эфира. Надо побыстрее делать. Как раз последний подход. Поехали. Вот я назад приседаю. Ноги на ширине плеч. Таз отвожу назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стараемся делать плавно. Не рывками. 9. Носки, пятку не отрываем. 10. Выдох. Выдох. 12. 13. 14. 15. Так, поздравляю вас. Три подхода прошли. Сейчас мы будем делать следующее упражнение. Чтобы ваши ножки немножко отдохнули. Будем делать плечи. Сейчас будут три упражнения. На руки я сниму вверх, чтобы вы посмотрели, как работают мышцы. Покажу также технику. А потом мы с вами сделаем ягодичный мост. Так, ну это нужно будет лечь. До ягодичного моста, в общем, три упражнения. Что-то у нас тут точки забирать. Надеюсь, дождь не пойдет. Видишь, там какие-то волосы сзади. Там, наверное, уже идет. Так, пока я готовлюсь. Если кому-то было очень легко, можете сделать как раз сейчас подход. Опять приседания. Так, следующее упражнение. Также оно и есть в воркбурке. Здесь как раз их прям два. С одной стороны и с другой. Смотрите. Те, у кого есть воркбук, знают. Сгибание-разгибание. Это очень просто объяснить тоже. Поэтому сейчас сделаем три подхода по 15 раз. Вот это сгибание-разгибание. Как делаем? Конечно, эти гантели. У кого-то будет тяжеловато. Тут земля и вода. У кого-то можно будет просто с водой. С водой 0,5. Когда вы наполняете вот эти гантели, получается 0,5. А когда с землей или песком, там получается где-то примерно килограмм. Так, выполняем упражнение. Делаем три подхода. Называется сгибание-разгибание рук. Я вам только что его показала. Смотрите. Мы поднимаем руки. Как раз у нас сейчас низ отдохнет. Поднимаем параллельно полу. Вот. Видите? Что здесь важно? Важно, чтобы вы не прокручивали кисти. То есть, вот как зафиксировали, так и поднимаем. Видите? Я вот так не помогаю себе. Вот так. Также, смотрите. Когда вы поднимаете, конечно, хочется полегче сделать и поднять плечи вверх. Вот так вот еле-еле мы делаем. Нет. Плечи зафиксировали. И сгибаем только руки. Поднимаем. Выдох. Выдох. Все, поехали. Тут выдох делаем, когда наверху. Поехали. Первый подход. По 15 раз. Кто-то уже начал, молодцы, делайте. Лишним не будет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Для кого-то, если сложно 15, сделайте 10 или 12. Вообще все подходы сделайте по 10 или 12. Для кого-то это вообще первая тренировка, поэтому. Нужно, конечно, выходить из зоны комфорта, но не настолько, чтобы все болело. Прям уже на тренировке сильно. Главное не бросить, не выключить прямой эфир и сказать, да пошла она со своими бутылками. Тварь такая. Делайте. Не можете 15, сделайте 12. Так, отдохнули, пошли. Следующий подход. Раз, два, выдох, три, четыре, пять. Обратите внимание, кто-то вот так стоит. У него там спина выгнута. Он позирует. Хоп свой показ. Встаньте вы ровно, чтобы у вас поясница не болела. Не нужно выгибаться. Вы не на фотосессии. И также вот так вот сделать не нужно. Прямо встаньте. Потому что если не соблюдать здесь правильно технику, можно потом очень сильно пострадать. Через пять лет, например, через десять. Так, не знаю, сколько раз сделала. Отвлекаюсь. Девять, допустим. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Так, ну у меня плечики заболят. Выше поднимать не нужно. Так, сейчас отдыхаем, я еще объясню технику. Не поднимайте высоко. Не делайте рывками. Вот так не нужно делать. От этого толку никакого. Что вот тогда это? Гром. В том, что нас не разогнал. Дождь у меня. Твою мать. Ну что поделать? Вот так вот пошел дождь у меня. Не кислотный, надеюсь. Поехали. Следующий подход. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Так, сколько мы подходов сделали? Так, сколько мы подходов сделали? Три, наверное. Дождь меня сбил. Три подхода сделали. Сейчас пока объясняю технику другого упражнения и взглянусь на дождь. Для кого-то оказалось мало, можете повторить. Так, следующее упражнение называется отведение приведения рук. Все это есть в аркбуке. Смотрите, выполняем вот так. Ой, жалко, уже не мочилась. Книжка моя прекрасная. Гот, какой дождь. Так, отведение приведения рук. Что здесь важно? Вот здесь очень много допускают ошибки. Они такие неуклюжие. Я вам сейчас объясню просто. Вот вы на всю жизнь запомните. Мы делаем отведение приведения. Немножко можно корпус наклонить вперед, но также не прогибаемся. Не выгибаемся. Просто спокойно немножко наклонить вперед. Ноги можно поставить на ширине плеч, собственно, вперед. Ну, взгляд тоже вперед. Делаем отведение. Отводим. Вот смотрите на себя. Кто-то сейчас сделал вот так вот. Плечи не поднимаем. Отводим. Также. Вот мы поднимаем с вами руку. Кто-то сделал вот так вот. Кто-то вот так сделал. Главное зафиксировать кисть. Вот мы отвели. Показано на одной руке. Плечо у нас примерно на одной линии. Вот видите. Параллельно полу. Вот я поднимаю. То есть не вот так, не вот так вот. Со всех сторон. Я буду, чтобы вы понимали. Чтобы это упражнение сделать правильно, можно представить, что у вас вот эта гантель не в руке лежит, а вот здесь. И вы как бы толкаете плечом. Смотрите, в общем, я начну, а вы уже будете смотреть. Ой, дождь прошел. Тут там начало сверлить. Поехали. Вот смотрите, плечики я не поднимаю. Кисти я не прокручиваю. То есть они у меня не двигаются, куда дальше станут. Вот я их зафиксировала. И поднимаю. Как будто у меня вот здесь лежит. Поехали. Раз. Два. Если кто-то начал, нормально. Ничего страшного. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Наш организм говорит, давай что-нибудь полегче. Давай вот мы как-нибудь кисть повернем, плечики согнем, чтобы нам вот полегче было поднять эти бутылки, эти гантели. Но лучше делать правильно, чтобы ничего у вас не пострадало, чтобы потом плечо у вас не болело, кисть у вас не болело, чтобы росли мышцы там, где нужно, и убрались лишние сантиметры там, где они не нужны вам. Я-то знаю, где мне нужны, не нужны. Никому свои идеалы не навязываю, не дай бог. Для чего мы это делаем? Чтобы потом у нас не висели вот здесь вот такие, знаете? Как они называются? Даже не знаю, как они называются. Буду надеяться, что никогда их не увижу. Так, поехали. Второй подход. Поднимаем. Три. Когда мы поднимаем, это выдох. Четыре, выдох. Пять, выдох. Вдох. Выдох. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Для тех, кто не понял, еще раз скажу. Мы поднимаем не вот так вот. Нам важно поднять не вот эту контельку, а всего лишь утяжеление, которое у нас зафиксировало. И самый главный вес, то, что мы должны поднять, это плечо. Смотрите, в каких условиях тренируюсь. Надеюсь, у вас получше. Вот мы поднимаем плечо. Как будто вот здесь лежит наша гантель. Конечно, если бы были комментарии, я бы сейчас увидела. Если у кого-то что-то не получается, надеюсь, что у всех все получается. Уже разжевало. Хуже некуда. В одной руке смотрите. Это не поднимая плечо. Вот сюда кладу как бы гантели. Мысленно. Поехали. Третий подход. Вот. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Очень важно дышать правильно. В точке, в которой вам тяжелее всего, выдохните. Можно дышать ртом. Не стесняйтесь. Это не стыдно дышать. Я помню, у меня девочки тренировались. Они не могут выдохнуть, выдохнуть. Мне кажется, что если они выдохнут как-то не так, то, наверное, все узнают, что им тяжело. Это не стыдно, это тяжело. Я сама бы устала. Сделала три подхода, и у меня уже болят плечики. Так, что еще хотела сказать? Сейчас пока отдыхаем. Что хотела сказать в этом упражнении? Давайте, без разговора. Следующее упражнение. Так, следующее упражнение у нас. Жим. Ё-моё, что это за дождь такое? Жим. Так, ну я не уйду, пока тренировку не проведу. Мне, конечно, плевать на это. Дождь, молодец. Что, пошел? Делаем жим. Вот. Вот так вот он выглядит в нашем воркбуке. Все описано. Также есть видеофотографии. Все понятно. Для тех, кто был на этом воркутке, кто еще не знает, что это такое. Так, сейчас я покажу упражнение. Делаем жим. Обратите внимание, вы быстрее вниз нет, поэтому быстрее врубайтесь, включайтесь. Делаем жим. Книжка не мочит. Смотрите, руки у нас примерно 90 градусов. Также плечи не поднимаем, не опускаем, кисти не прокручиваем. Смотрим вперед, ноги на ширине плеч. Поясницу не продавливаем, не выдавливаем, локцы стоим ровно, прямо. Всем привет, у кого тоже дождь. Смотрите, мы поднимаем руки вверх. Когда мы ставим гантели перед собой, важно, чтобы мы их видели. То есть они у нас не там, не далеко, не в затылок нам смотрят. А вот мы их видим в поле зрения. И поехали. Делаем. Вверх поднимаем, опускаем до 90 градусов. Плечки также не поднимаем. Вот, смотрите, это ошибка. Важно выполнять правильно. Следите за поясницей. Поясница будет болеть. Если вы взяли тем более тяжелый вес или гантель, вот как у меня по килограмму, если кто не занимался. Не прогибайте поясницу. Делаем. Я со всех ракурсов повернусь, покажу, чтобы было понятно, как. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Один. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Ну, сейчас кто-то по-любому нашелся, кто сидит дома, смотрит и ест пельмени. И смотрит на то, как я тут под дождем. Объясняю я. Вот, видите, никакие условия не мешают человеку, если ему надо. Я вот вам пообещала тренировку часом. Куда денусь. Вот, поэтому, если хотите заниматься, если нет ответственности за свои поступки, дела, можете как-то слукавить. Дайте обещание кому-то, например, своей подруге. Поспорьте с подругой, например, я похудею на три сантиметра в талии. И все, прекрасно, вот вам мотивация. Или вообще возьмите подругу и вместе с ней занимайтесь. Кто на перегонки, кто быстрее, кого обгонит. Ну, естественно, у вас будет разная комплекция, но худеть-то вы будете тоже по сантиметрам, измерьтесь. Дух соперничества какое-то будет. Вот у меня сейчас обязательства есть перед вами. Я обещала тренировку в час провести, поэтому что мне снег, что мне зной. Стоит Лена на стадионе и показывает. Поехали. Второй подход. Кто еще не понял, просто повторяйте за мной. Честно говоря, уже нет времени объяснять. Надеюсь, что и так все понятно. Поехали. Выполняем жим. Выдох. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Не крутитесь, это я просто вам показываю. Как правильно сделать? Десять. Так, сколько там? Двенадцать, наверное. Четырнадцать. Пятнадцать. Так. Меня отвлек дождь, поэтому... Мне кажется, что я сейчас буду делать третий подход. А если вы считали все правильно, у вас ничего не зликает, вы уже сделаете третий подход, то сейчас мы просто сделаем четвертый. Двенадцать. В общем, хуже не будет. Главное, чтобы вы делали правильно и соблюдали технику, а то у вас потом паукнется через много лет в старости, будете думать. Что ж, я стоял, поясницу прогибал. Поехали. Наверное, вы меня будете ругать, те, кто знают, что мы сейчас делаем четвертый подход или третий. Я сбилась. В общем, делаем. Если вы понимаете, что сделали три подхода и вам больше не нужно, то сейчас со мной не делайте. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. У меня вверху выдох, там сложнее. Знаете, когда играют в теннис, там вообще они как плечет. Какие у меня там возгласы. Для того, чтобы сила удара была сильнее. Так вот, чтобы нам сделать лучше, важно контролировать свое дыхание. В точке, в которой вам сложно, сделайте выдох. Поехали. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Мост. Как раз мы, кажется, сделали три упражнения. На плечи, да. Делаем мост. Да, у нас полно времени. Плечевой мост. Как мы его выполняем? Здесь он тоже есть. Прекрасно, что вы такое делали много раз. Но давайте проверим сам технику. Так, видно меня там? Я надеюсь, что и слышно. Так, тут уже мои плечи, по-моему, не нужны. Поэтому я надеваю кофту и, извиняюсь, мне холодно. Так, поехали, мы выполняем плечевой мост. Плечевой мост. Ложимся. Видно меня там? Конечно, мне сейчас хорошее зрение. Я надеюсь, что меня видно. Так. Покажу также два варианта. Одно будет легкое. Ну, как легкое? Кому-то уже, конечно, сложно после всех упражнений, которые мы сделали. Другое сложнее. Обратите внимание, как у меня стоят ноги. Я лежу, мне, конечно, дождь в лицо, поэтому давайте побыстрее сделаем. Поднимаем таз. И максимально зажимаем ягодицы сверху. Смотрите, опираюсь я на плечи, поднимаю таз. Опускаю. Поднимаю. Ягодицы зажимаем сверху. Как будто у нас между ягодицами и карандаш. Конечно, это очень странная фантазия. Но так проще объяснить. Вот, смотрите. Это первый вариант. Он такой, можно сказать, легкий по сравнению с тем, который я вам сейчас покажу. Для тех, кому это показалось очень легко. Ягодицы поднимаем. И разводим ноги в сторону. И опускаем. Так, что я делала? Поворачиваю, чтобы вам было понятнее. Я ягодицы поднимаю. Развожу ноги в сторону. Свожу и опускаю. Ягодицы подняла. Развела. Свела. Опустила. На что обратить внимание? Когда вы поднимаете ягодицы. Так, уберу здесь кофту, чтобы вы видели всем. Когда мы поднимаем ягодицы, они у нас сверху зажаты. Многие, когда начинают разводить, они опускают таз. Видите? Конечно, так сделать легче. Но это неправильно. Зачем тогда это нужно? Толк какой? Мы должны держать ягодицы так же сверху, когда разводим. Смотрите. Вот мы поднимаем. И так же, не опуская таз вниз, разводим. Сводим, опускаем. Вот до этого, возможно, когда вы делали ягодичный мост, вы поднимали, разводили и опускали. И это очень просто. А попробуйте сейчас поднять, задержать и развести. И вы почувствуете, сколько у нас напряжения в ягодицах. Там просто, я не знаю, все молнии мира сошлись у нас. Поехали. Я сейчас сначала делаю просто так подъем ягодичный мост, а потом с разведения. Поехали. Так же, 15 раз, 3 подхода. Раз, два, три, четыре. Ягодицы сверху зажимаем в верхней точке. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох. Верхняя точка у нас самая сложная. Там должен быть выдох. Положение рук не имеет значения. Можете положить за голову. Можете, там, хлопьте в ладоши, все, что хотите. Можете положить сюда. Как вам удобно. Так, 15, думаю, сделала. Так, сейчас я показывала, как делать просто ягодичный мост. Мы сделали с вами 15 раз. Сейчас будет второй подход, и я буду рассказывать, показывать, как я делаю с разведением также 15 раз. Сколько у нас там по времени? Эфир идет уже 20-35 минут. Ну, мы уложимся, еще сделаем пресс. Обычно у меня на тренировку уходит 2 часа вместе с бегом, со скакалкой, с разминкой, с растяжкой. Конечно, эфир у нас ограничивает время на час, поэтому невозможно показать все, что я делаю на тренировке. Но основные такие упражнения показывают. Так, у меня пошел дождь, и я делаю ягодичный мост с разведением ног. Поехали. Так, немножко вот так вот поверну, чтобы вам было понятнее, как я развожу ноги. О, дождь, прекрасно, заходи. Я аж тут лежу. Вот, молодцы какие, да? Ни одного человека на стадионе. Знали, наверное, что и дождь будет. Я одна такая не посмотрела прогноз. Тренировку в час, давайте. Поехали. Что, горевать? Поднимаем ягодицы, разводим ноги, сводим, опускаем. Развели, вели. О, видите? Не обратилось сейчас внимания, не опустился. У меня таз тогда разводила. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не опускай таз, пожалуйста, вниз. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Супер. Сейчас мы выполним с вами третий подход. Плохо, что нельзя ставить комментарий. Я надеюсь, вы меня поддерживаете. Хороший дождь такой. Плодотворный, я бы сказала. Сейчас, наверное, все огородники радуются. Говорят, какой хороший дождь. Вот урожай у нас будет великолепный. Все вырастет. И я стою. Хороший дождь. Давайте. Сейчас как попка вырастет у вас. Все, поехали. Давайте будем стоять. Как я. Ложусь на мокрый коврик. Я думаю, у вас сейчас условия получше. Поэтому давайте, пожалуйста, не филоньте. И делайте со мной. Я в костюме червяка показываю вам, как делать ягодичный мост. Поехали. Поднимаемся. Зажимаем ягодицы в верхней точке максимально. И разводим, не опуская таз вниз. Развели, свели, опустили. Не опуская таз вниз. То есть у вас вот такое может быть разведение. Не нужно это сделать. Эффект не будет. Развели, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто не может с разведением, просто поднимайте ягодицы. Десять. С разведением очень сложно. Одиннадцать. Двенадцать. Кто-то уже заметил по-любому, что заболели ягодицы. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Все, молодцы. Сделали ягодичный мост. Сейчас мы с вами сделаем упражнение. Называется... На пресс оно называется. Сейчас я вам его покажу. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Прямое скручивание. Вот так вот выглядит воркбуке. Посмотрите. Тут я. Дождя нет. Лежу на коврике чистом. И делаю скручивание. Я знаю, что многие очень любят качать пресс. Делают это... Ну, вообще, как бы пресс такое упражнение, которое лишь бы делали. Вот когда вы делаете плечики, там важно, чтобы была соблюдена техника. Чтобы вы не понимали плечи, не прокручивали кисти. А пресс это такое упражнение, лишь бы делали. Но все равно технику важно знать. Я вам сейчас ее покажу. Не обязательно поднимать весь корпус, чтобы прокачать пресс. То есть вы не обязательно должны подниматься до коленок. Сейчас я вам покажу. Вот вы попробуйте и убедитесь в этом. Ложите также на спину, как мы делали годичный мост. Так, сколько у нас времени? 20 минут еще тренировку. Пять пяти максимум. Руки вперед. Если сильно болит шея, то за шею. Главное, чтобы у вас такого серьезного ничего не болело. Ни поясница у вас не болела, ни шея. Поясница у вас здесь прижата. И мы поднимаем с вами только лопатки. Поднимаем лопатки и опускаемся. Не обязательно подниматься вот так вот. Абсолютно не нужно. Просто поднимаем лопатки. Четыре. Побыстрее. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Ну, пятнадцать, честно говоря, маловато. Если кто-то делает больше, делается. Тренировки важно чередовать. То есть, я вот эту тренировку постараюсь сохранить, если она сохранится. Конечно, сегодня все против меня, я так понимаю, гроза, дождь. Но надеюсь, хоть тренировка сохранится. Не нужно делать одну и ту же тренировку каждый раз. Чередуйте упражнения. Чередуйте упражнения, чтобы был рост мышц. Чтобы ваши мышцы не привыкали к одним и тем же нагрузкам. Потому что потом они уже не будут реагировать на эти нагрузки. Каждую тренировку вы можете делать бег, прыгать на скакалке, делать пресс, делать икры, если кому-то нужно. Но все остальное нужно чередовать. Упражнения на ягодице не нужно делать каждый день. Я об этом писала. Даже через день это не нужно делать. Делайте все последовательно. Так, чтобы был эффект. Поехали. О, дождь прошел. Второй подход. Поднимаем лопатки. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох у нас вот здесь. Выдохнули. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Если у кого-то болит шея, так же положили сюда руки и делаем. Что надо, делали, отдохнули, полежали меньше минуты. Если кто-то может больше делать, ради бога. Так, делаем третий подход. Поднимаем только лопатки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все, молодцы. Сделали три подхода. Если кто-то может еще, сделайте еще побольше. К сожалению, я свой телефон прикрутила скотчем к столбу. Вы видели в начале эфира, какой у меня этот держатель. Поэтому я не могу телефон поближе поднести и показать то, что у меня отрываются только лопатки. Но, поверьте, не знаю, видно было это или нет, я поднимаю только верхнюю часть. То есть я поднимаю плечи, отрываю лопатки. Остальной позвоночник, попчик, спина, все у меня лежит здесь. Напала вот так. Сколько у нас осталось? Еще пятнадцать минут. Пятнадцать минут. В принципе, для тех, кто уже устал... О, я смотрю, много людей ушло, такие думают, да, подальше все пошло. И ничего ее не прогоняет, и дождь тут. Так, какое упражнение мы еще с вами можем сделать сегодня и уже все отдыхаем? Для тех, кто сейчас занимался или смотрит в записи, если вдруг сохранилось, дай бог. Обязательно после всех этих упражнений сделайте зарядку, растяжку, разминку. Ой, сейчас как раз покажу, как сделать растяжку. Как мы делаем растяжку? У нас сегодня были упражнения на руки. Можно подойти? Будем считать, что у нас упражнение закончено, потому что осталось пятнадцать минут, и я уже больше не успею показать упражнение. Но, в принципе, для одной тренировки, тем более для тех, кто занимался сегодня первый раз, достаточно будет. Смотрите, как мы делаем растяжку. Потянули одну руку. Стояли. Вспомнили, какой он пройдет. Стояли. 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 Хорошо так растянулись, наклонились, к одной ноге потянулись, к другой. Обязательно делайте растяжку. Кто-то в конце тренировки еще хватает силы, кто-то может побегать. Прекрасно, если вы занимаетесь на стадионе, можете побегать, даже если не на стадионе. Идите по местности, по парку, потянулись, потом тянем ноги. Конечно, далеко я стою, но буду говорить громко, надеюсь, что меня слышно. Потянули ногу, поднимаем, тянем. Подержали, постояли, посмотрели вперед, вспомнили, какой у нас прекрасный 2020 год, сколько у нас хороших событий произошло, вирус всякий, что там. Лучше, конечно, в хорошем думать. Позитивное мышление спасет мир. Так, другую ногу потянули. Потом облокотились. Так, меня там видно? Я не вижу. А, видно все хорошо. Потом облокотились, потянули. То есть у нас нога... Разгибаем ногу. Потянули икры. Прекрасно вообще тянется. У меня все больно. Также могу показать... Времени у нас сколько? Осталось у нас чуть больше 10 минут. Могу показать упражнения, которые помогают растянуть шпагат. Для тех, кто смотрит в записи, пожалуйста, после растяжки советую побегать, попрыгать на скакалке. Упражнение на растяжку. Садимся. Называется, по-моему, поза бабочка. Держимся за носки. Спокойно дышим. Смотрим вперед. Поясницу не прогибаем, смотрим прямо. Потом можно держать носки и надавить на колени. Локтями мы давим на колено. Давили. У кого-то хорошая растяжка. Кто-то вообще может вот так положить полностью эти ноги. По одной ноге. Некоторые вот так вот тянутся и тянут носок. Не нужно. Вот если вы сделаете носок на себя, то вам будет намного сложнее больше тянуться. Потянулись к этому носку. Прекрасно. Вообще тянется здесь, везде. Великолепно. Потянулись. Я вот ногу ночь, когда долго растянусь. Одну ногу тянусь прекрасно. Вторую. Так, на эту ногу я не сажусь на шпагат, поэтому у меня здесь похуже. Потянулись к ноге. Ноги вперед. Так, 10 минут ровно у нас осталось. Очень хорошо. Потянулись носки на себя. Можно потянуться и задержаться. Если есть у вас какой-нибудь человек, который может вам помочь, может надавить на спинку, может сложиться. Подержались. Прекрасно. Так, какие упражнения мы еще можем сделать на растяжку? Тут все далеко. Вот видите вы. На раскрытии тазобедренных суставов очень хорошее упражнение. Успеем сделать. Это когда вы берете ногу на раскрытии тазобедренных суставов. Берете вот так вот ногу. Смотрите. Постарайтесь зафиксировать, чтобы у вас вот здесь не было такого сильного прогиба. Вот зафиксируйте. И вот так вот мы качаем ногу, как будто у нас ребеночек такой в руках. Мы его качаем. Это упражнение нужно для раскрытия тазобедренных суставов. Это для тех, кто хочет сесть на шпагат, для тех, кто хочет сесть на поперечный шпагат. Я его часто делаю. Я сижу только на правой ноге. На поперечном я не сижу. Таким образом мы делаем это упражнение. Видите, у меня все равно стопа загибается. Так. И вторую ногу покачали. Тоже у нас великолепная нога. Как младенцы. Покачали. Так. Следующее упражнение, которое можно сделать на шпагат. Для тех, кому не нужен шпагат, то вы можете вообще не делать эти упражнения, которые я сделала именно здесь. Достаточно будет того, чтобы вы ногу потянетесь, так встанете и прекрасно потянетесь. Не обязательно это делать. Так. Какие упражнения еще можно сделать? Встали, потянулись. Ну, наверное, это упражнение все знают. И сюда походили. Потом можно ногу поставить, потянуть носок на себя. Почувствовать напряжение. Можно потянуться к носку. Сильными рывками такими не делайте. В растяжке главное, чтобы вы делали все плавно. В своем темпе. Потом можно так растянуть, потом вообще никогда. Даже и мысли у вас на шпагате точно важны. Другая нога. Так, сколько у нас там. Время у нас уже заканчивается. Если вы сделали всю тренировку от начала до конца, я советую вам еще побегать, сделать заминку. Если кто-то не может побегать, то он прекрасный. Я вас понимаю. Кто-то вообще первый раз занимался. Просто так наткнулся на эфир и, да, повторю. Все просто. Никаких приспособлений не нужно. Бывают, есть такие отмазки, как, у меня нет, например, у меня нет денег для того, чтобы заниматься спортом. Скажите, вот много я сейчас средств потратила на эту тренировку. Да нисколько. Допустим, коврик. У вас не обязательно должен быть коврик. Ложитесь на травку, на, не знаю, из дома возьмите какую-нибудь ткань, покрывало, да все что угодно. Вот, пожалуйста, вам уже не тратится. Этот коврик стоит 1400 рублей. Не обязательно покупать за 1400, можно найти за 300 рублей. Я знаю, такие есть, потому что мне девочки говорили. Потом что, гантели. Можно купить гантели, пожалуйста, в спортивном магазине. Гантели можно сборные, когда вы навешиваете блинчики и делаете гантели тяжелее. Можно сделать вот такие вот гантели из бутылок. Сколько я туда потратила? Ну ничего. Были у меня бутылки, я туда набрала просто землю с водой. Можно даже сделать гантели разных весов. То есть две у вас гантели, две бутылки будут с водой. Две у вас будут с песком. И вы будете знать, что с водой легче, а с песком тяжелее. Потом что? Для того, чтобы усложнить тренировку, просто делайте больше подходов. То есть не три, а четыре мы делаем. И не по 15, а по 25, чтобы было сложнее. На что мы еще здесь потратили средства? То есть никаких средств мы не потратили. Поэтому для тех, кто говорит, что спорт это дорого, давайте больше такие вы не будете вещь говорить. Так, что еще? Какие у вас могут быть барьеры? Что вас может остановить занятие спортом? Вы говорите, у меня вот плохое здоровье, я не хочу еще хуже себе его портить. Вы знаете, вот я сейчас каждый день слушаю лекции по 6 часов. И в каждой лекции наоборот говорят, что фитнес это здоровье. Если правильно, выполнять технику. Короче, если вы все будете делать правильно, то это плюс вашу копилочку. И поверьте, в старости у вас будет прекрасное тело, если вы будете постоянно регулярно заниматься спортом. Ну как прекрасное, по-любому вы будете старыми, но извините. Вот так вот и все будем. Такая жизнь. Но вы будете чувствовать себя прекрасно, ничего у вас не будет отваливаться. Лесница не будет болеть. Ну нет, может быть и будет. Гарантий никаких не даю. Так. Ну ладно, так себе аргумент. Почему-то я его не доказала. Надо доказать. Так. Нет здоровья. То, что мы делали с вами, это мягкий фитнес. Вот, сейчас я вам докажу. То, что мы делали с вами, это вообще мягкий фитнес. Здесь у нас нет больших весов, у нас нет огромных гантелей. Мы с вами вообще здесь не тяжелой атлетикой занимаемся. И самое главное, что у нас есть выбор. Если вам тяжело приседать, например, вот так вот, вам тяжело, там что-то у вас болит. Ну, я не знаю, что там может болеть у вас. Допустим, что-то болит, когда вы приседаете вот так вот. Пожалуйста. Поменяли технику, приседаем уже вот так вот. Работают почти одни и те же мышцы. Но уже там, что у вас болел, не будет болеть. Потом, когда мы делаем упражнения. Мы вот делали прямые скучивания, пресс. Когда он лежал на коврике и тянулся к ногам. Я говорю, если болит шея, вот кто-то там жалуется, у меня болит шея. Пожалуйста, болит шея. Положили руку, руки туда. То есть, никаких препятствий к этому нет. Потом, что вы говорите. Например, болит поясница. Ради бога, зафиксировали поясницу. Поясница у вас нигде практически не работает. Или, когда вы выполняете вот эти упражнения, вот эти вот. Вы можете сесть на стульчик. Вы сели, уже спокойно сидите. То есть, тут у вас поясница, ну, практически вообще не напрягается. Так, что еще? Колени. У кого-то там болят колени. Прекрасно. Вы делаете правильно, все у вас будет великолепно. Если делать, конечно, не по технике, вот вылупить глаза. С сегодняшнего дня я с своими больными коленями буду заниматься. Ну, молодец, занимайся, будут тебе еще больше болеть. А если ты будешь заниматься по технике и делать все правильно, ну, там, вместо 25 раз ты сделаешь 12, прекрасно, но сделаешь по технике, ничего у тебя болеть не будет. И, дай бог, даже будет еще лучше. Потом, что? Люди с лишним весом. Люди с лишним весом. Вообще, это такая большая проблема, потому что от лишнего веса очень много болезней. Фитнес помогает избавиться от лишнего веса. Помогает держать тело в тонусе. Фитнес организует вообще всю нашу работу. Если мы поставим какую-то систему в тренировках, то есть, например, мы тренируемся через день или через два дня, то это уже будет формировать наше сознание. Мы начинаем с тренировок. Вот, такие классные, мы молодцы, ходим на тренировку. Потом, у нас больше энергии, больше сил. Мы чувствуем себя лучше. Мы больше себе нравимся. Мы лучше работаем. У нас работоспособность повышается. Мы больше зарабатываем. То есть, все начинается с малого. Сегодня вы начнете заниматься фитнесом, а завтра вы будете зарабатывать миллионы, потому что рублей, долларов, не знаю, сколько там, сколько захотите. Потому что главная цель – важно начать. Так. Что вам еще рассказать? Люблю просто разговаривать под дождем. Хочу просто все ваши барьеры вообще убрать. Какие еще барьеры бывают? Что обычно люди говорят? Почему я не занимаюсь фитнесом? Почему? А, потому что у меня все и так прекрасно, я себе вообще нравлюсь. У меня тело вообще великолепное. И пусть меня любят такой, какая я есть. Прекрасно, вопросов нет. Бодипозитив, шикарно. Пусть тебя любят такой, какая ты есть. Но тут у меня возникает встречный вопрос. А ты себя любишь такой, какая ты есть? Вот ты всем навязываешь любить тебя такой, какая ты есть? Ты подходишь в зеркало, ты себе нравишься? Если ты себе нравишься, все, никаких претензий. Да и вообще откуда у меня к тебе претензии? Это твое тело, твое дело, дел, что хочешь. Но если ты себе не нравишься, зачем ты тогда людям внушаешь это и говоришь им о том, что они должны полюбить тебя любой? Никто вообще тебе ничего не должен. И вообще только ты себе сам все должен. Если ты хочешь, чтобы тебя любили другие, полюби себя сам. С чего начинается любовь к себе? Когда ты не пичкаешь себя всякой фигней. Когда ты вовремя ложишься спать. Когда ты не изнашиваешь свой организм. Когда ты занимаешься спортом. Вот любовь к себе. Любовь к себе это не полюбить свою жиринку, а полюбить свой организм. И хорошо к нему относиться. Не смотреть сериалы до 6 утра всю ночь. А подумать о том, что вот мой организм. Я его так люблю. Ему нужно высыпаться по 7-8 часов в сутки. Будьте высыпаться. Просто даже настроите режим сна. И вы посмотрите, как поменяется вообще ваше отношение к своему телу. Так, что еще? Что еще? Какие у нас еще там... А, многие говорят, я не буду заниматься фитнесом. Потому что... Почему? Потому что мне нечего надеть. Вот я такая бедная, разнесчастная. Мне нечего надеть. Зачем тебе сейчас что-то вообще надевать? Ты только начала. Через месяц ты... На тебе будет висеть вся эта одежда. Купишь себе потом прекрасно, когда ты там полгода занимаешься фитнесом. Вот тогда себе, может быть, и купишь какие-то новые лосины за 10 тысяч рублей, за 5. Какие захочешь. Сейчас тебе это абсолютно не нужно. Возьми те, которые тянутся. Кроссовки в которых удобно. Там, если большая грудь, прекрасно надень какой-нибудь топ. Не знаю. Да, если есть желание, возможности, они всегда найдутся. Два лифчика на делу, чтобы у тебя грудь не тряслась при беге, при прыжках. И прекрасно. Вот. Потом себе купишь прекрасный топ, который будет все поддерживать. Какие у нас еще есть стопы? У вас какие стопы, которые мешают вам заниматься фитнесом? Ну, я, наверное, про все рассказала. Включу комментарии. Так, включила комментарии. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас есть... Ой, мы уже... Эфир почему-то у нас задерживается, уже должен закончиться. Всем привет. Да, вот только начали все здороваться. Ну, извините, я отключала комментарии, потому что они меня, во-первых, отвлекают. Во-вторых, тут всякие извращенцы заходят. И для них ягодичный мост, это что-то прям вообще они просто не могут на это спокойно смотреть. У них сразу всякие слова там находятся. Спасибо, вдохновила. Как исправить режим. Так, о, вот. Пока что, что я сделала? Что сделала моя команда? Все вот эти упражнения мы собрали в воркбук. Ссылка есть в шапке профиля. Здесь каждое упражнение, вот как я вам сейчас рассказывала, оно разжевано, все написано. Потом к каждому упражнению здесь есть... Ай, мне так жалко намочить мою книжку. К каждому упражнению здесь есть видео. То есть вы можете вот так же, как я вам сейчас показывала, вы можете вот так нажать на кнопочку, и вам там открывается видео. И я вот в таком костюме, в черном, без дождя, все прекрасно показываю, как это нужно делать. Также рассказываю про технику, все тщательно объясняю. И вы за мной повторяете. Это очень удобно. Почему воркбук, почему он так называется? Потому что здесь еще есть записи. Вот сейчас что мы сделали? Я с вами позанималась, а потом я встала и такая говорю, какие у вас есть стопы? Давайте мы поговорим. Какие есть барьеры для того, чтобы заниматься фитнесом? То есть я с вами позанимался, а потом я еще проработала, поговорила с вами. В этом воркбуке также есть задания, которые помогают проработать вообще свое отношение к фитнесу, свое отношение к себе, свою самооценку. То есть вы туда будете что-то записывать. Ну, не буду рассказывать, что, потому что будет как-то обидно, если я вам все расскажу, а те, кто купил воркбук, расстроятся. Скажут, вот она, все он им рассказал. Так. Хотя что, да расскажу вам, какие тут есть упражнения. Так, так, так. Здесь есть дневник питания. Задание. Ммм. Задание. Например, одно из заданий. Так. Ну, это очень такое задание. Вы, наверное, его даже не поймете для тех, кто... Так. Задание. Так, я не знаю, справедливо ли рассказывать задание, которое здесь есть. Ну, например, там есть точно такое задание, про которое я могу сказать. Это выкинуть 10 вещей из дома. 10 вещей, ненужных из дома, которыми вы не пользуетесь. То есть вы освобождаетесь от старого. Короче, классная штука. Я к ней долго готовилась. Мы сделали всей командой. Если бы мне, вот я себя знаю, я люблю так планировать, расписывать. Если бы мне вот этот воркбук попался лет пять назад, мне кажется, моя жизнь совсем по-другому бы сложилась. Потому что там действительно такие задания, которые, вот когда мы составляли, я думала, боже, это оказывается так гениально и так просто. Почему я раньше до этого не додумалась? Короче, крутая штука. Всем советую. Это наше изобретение. Это прям такой ребеночек, над которым мы работали всей командой. У нас два тренера. Мужчина-тренер, который похудел на 40 кг, кстати, представляете? Так. Телефон намокнет. Телефон водонепроницаемый, слава богу. Он как-то знал, что у меня тут водяные тренировки всякие. Так. Я собираю. Эфир пока не отключился. Как заказать книжку? Есть она в электронном варианте. Если вы хотите, чтобы она была книжкой. Насчет книжки сейчас идут переговоры. Хотим ее запустить в книжный. Но она будет стоить гораздо дороже, чем в электронном варианте. В электронном варианте она есть в шапке профиля. Ссылка. Туда заходите. Там написано «Продукты хромины». Ну, это моя фамилия. Это я. Здравствуйте. Там есть программа питания и программа тренировок. Она прям идет сверху. Вот программа тренировок. Там как раз вот это все, что я вам показывала. И вот этот воркбук. Его открываете, смотрите. Там можете со всем ознакомиться. Так, что я делаю? Я сейчас выцепляю. Так, мне твердо сказали, что у нас эфир идет час. Но сейчас уже прошло больше часа. А эфир все еще. Она подойдет для взрослого поколения? Она подойдет для любого поколения. Я вам вот говорю. Если даже у вас что-то болит. Там поясница. Или что там шея. Просто немножко изменили технику. И уже идет такое же упражнение, но оно подстроено под вас. Так, ничего я там не забыла. Так, задавайте пока вопросы. Пока у нас тут ничего не отключилось. Иду. Мокро. Вот так вот. Так, давайте. Не привет. Пишите. Что-то очень важное. Я прямо онлайн сейчас отвечу. Я иду. У меня тут дождь. Кто-то вон стоит курит. Занятие прискалилось. Насколько это опасно. Так. 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 Какие ружины делать для любого поколения бедра. Какие продвижения у вас в жизни. Далеко идти. Так. Про спину. Вообще, когда вы начинаете заниматься спортом, делать массаж, заниматься йогой, спина выпрямляется. И я вам хочу сказать. Когда я занялась фитнесом, у меня были огромные проблемы с осанкой. Я постоянно горбатилась. Потому что раньше мне казалось, что я супер высокая. Я всегда тянулась вниз. У меня была ужасная осанка. Ужасная проблема со спиной. Мало того, что я много училась. Я постоянно сидела за партой крючком. Когда я начала заниматься серьезно фитнесом, у меня эта проблема начала уходить. То есть, когда каркас обрастает мышцами, прям хорошенькими, то мы начинаем держать спину прямо. Мы уже смотрим вперед. И сразу видно женщину, которая занимается фитнесом. Хотя бы на начальном этапе. Два раза в неделю. Потому что она идет, у нее уверенный взгляд. Она чувствует все свои мышцы. Даже если после тренировки там что-то болит, прекрасно. Это же тело в тонусе. Так, эфир у нас почему-то не отключается. Давайте какие-то вопросы, если остались по тренировкам, задавайте. Потому что мне неудобно держать телефон. Здесь идет дождь. У меня все руки уже мокрые. Какие вопросы еще остались? Конкретно по тому, что сегодня было. Так. При похудении твои тренировки помогают или у тебя на проработку мышц? Кто так делает? Здрасьте. Меня местные пугают, гады. Так, смотрите. При похудении. Во-первых, когда вы берете ворбук в руки, там есть рекомендации по питанию. Питание это также важно в тренировках. Если вы хотите достичь какой-то цели. Если вы хотите похудеть, там идут рекомендации. Вот прям страница разделена на два. Один столбик. Если вы хотите похудеть, соблюдайте эти рекомендации. А это если вы хотите набрать другие рекомендации. Смешно, да? Смеетесь, да? Как меня напугал. Вот так. Во, класс вообще. Всегда, когда меня видите, прям вот так пибикнете. Очень круто. Так, про похудение. Про набор масса сказала, что и то, и то есть. Это очень важно. Не во всех программах это есть. Потому что некоторые программы направлены только на похудение. Другие только на набор. Тут есть и то, и другое. Питаешься пять раз в день. Да, я стараюсь питаться больше трех раз в день. Четыре-пять раз. Для того, чтобы у меня каждые два-три-три с половиной часа был прием пищи. Чаще вы ходите в эфир. Я думала, я часы потеряла. Был большая радость. Спасибо. Так, все, завершаю. В книжке есть упражнения для шеи. И сколько за месяц можно скинуть? Да все индивидуально. Если вам какой-то тренер говорит, что за месяц скину столько, ну не верьте вы ему. Он говорит вам, чтобы вас привлечь, чтобы вы с ним занимались. Не знаю, чтобы... Не знаю, ну не может только быть. Все индивидуально. Я за два месяца скинула даже меньше двух месяцев. За пару месяцев я скинула десять килограмм. Просто посмотрите фотографии у меня на странице. Там все это есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.